1006 день войны. В результате атаки беспилотников поражен нефтезавод в Калуге и приборостроительный завод «Тайфун». Штаб повреждений неизвестен, однако есть много фото и видео с моментами прилетов. Судя по всему, атака была успешной. Появились фотографии Южмаша в Днепре со спутника. Как и предполагалось, в качестве высокоточного оружия орешник – кусок говна, который не может попасть по цели. Все цеха в полном порядке. Российских контрактников отправляют в бой практически без обучения, пишет Z-Media, регном комментируя ложь Пескова. Также появились новые свидетельства о том, как содержатся российские военные. Клетки оказались не инновацией командира Белого, а распространенной практикой. Россия готовится атаковать Запорожье. Пока и не хватает для этого ресурсов, так как силы, необходимые для этого, сейчас пытаются отбить Курскую область. Однако от своих планов РФ не отказывается, пишут западные издания. Об этом и многом другом в сегодняшней свежей сводке. Поддержать ее вы можете вашим лайком, комментарием и подпиской на канал. Все эти действия помогают продвигать видео. Особенно ваши подписки. Это именно то, что алгоритмы Ютуба считывают как необходимость для распространения видео. Поэтому не забывайте подписываться, если еще нет. Также вы можете поддержать канал финансово. Напомню, вы можете это сделать на Патреоне. Ссылка в описании. Это ежемесячные донаты. Вы подписываетесь на определенный их уровень и, соответственно, получаете бонусы, которые есть на канале. Как чат с патронами, упоминание вашего ника в конце видео и закрытые трансляции для патронов, которые, надеюсь, что вот мы уже в конце этого месяца проведем. Также вы можете купить nVPN. Это VPN, который помогает обходить любые блокировки. Этот VPN я делаю вместе со своей технической командой и, собственно, покупая его, вы получаете доступ к интернету в его первозданном виде. Никаких замедлений Ютуба, никаких блокировок Дискорда, Твиттера, Инстаграма и так далее. VPN работает отлично, не мешает, собственно, другим приложениям и наша поддержка всегда поможет со всем разобраться. Поэтому даже если эти три страшные буквы VPN вас пугают, не пугайтесь, мы со всем поможем. nVPN это то, что поможет вам получить свободный доступ к интернету, независимо от того, в какой стране вы находитесь. Купить его можно не только для России, но и для многих других стран, где тоже есть какие-то ограничения. Более того, использование VPN обеспечивает вашу цифровую безопасность, за которой нужно очень внимательно следить в современном мире. Ссылки в описании, можно купить с российских карт, зарубежных карт и, покупая nVPN, вы поддерживаете канал, поэтому не стесняйтесь, делайте это, если вдруг у вас есть такое желание. Ну а мы переходим к тому, что происходило на линии фронта и за ее пределами. Итак, удары по Калуге. В Калуге после атаки БПЛА возник пожар. Зетканалы и местные СМИ утверждают, что атакована нефтебаза и калужский приборостроительный завод «Тайфун». Предварительно горит резервуар на одном из нефтезаводов. Незадолго до пожара, утверждают местные, была атака беспилотников и слышен взрыв. Довольно большое количество видео сейчас появляется в сети, давайте посмотрим несколько из них. А вот как комментируют местные власти. Сегодня ночью на окраине Калуги силами ПВО были уничтожены три БПЛА. На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа, написал в два часа ночи глава региона. Как всегда, обломки страшнее любого орешника. Именно они приводят к тому, что цели оказываются пораженными. Насколько масштабны там собственно последствия ударов, увидим с вами в ближайшее время через спутники, если опять же погода позволит. Интереснее всего было наблюдать за местным телеграм-каналом «Калуга-жесть», который сначала рассказывал, как все хорошо, а потом начал в истерике требовать у всех перестать публиковать кадры прилетов и закрыл комментарии. Вот что он писал в начале. «Ребята, без паники, мы все знаем, подверглись атаке. Пожалуйста, не нужно паниковать. Наши ПВО работают, и все в норме. Напоминаем, фото и видео по закону не имеем права выкладывать», — пишут они. Дальше еще один пост. Ребята, к сожалению, находятся, осуждаем гомофобную риторику, которые сливают видео и помогают украинцам в этих атаках, информируя их посредством публикации видео. Мы ими займемся завтра. Пишет админ телеграм-канала перед школой. «Комментарии отключены», — пишет он в следующем посте. «Для дебилов, которые не понимают, еще раз напишу. Нельзя публиковать ни видео, ни фото. Этим вы помогаете врагу». В общем, суть по всему, все не очень хорошо, потому что, если есть фото и видео, которые нельзя публиковать, то вряд ли это фото и видео успешной работы, значит, в рамках которой все дроны перехвачены. Обычно это означает, что на фото и видео результат работы украинских дронов. Будем надеяться, этот результат оправдает ожидания. Теперь перейдем к теме вербовки в российскую армию, потому что от количества солдат в российской армии и от того, насколько интенсивно пополняется российская армия, многое зависит на линии фронта. Стало известно, что Россия завербовала сотни йеменцев для участия в войне в Украине. Многих на войну заманили обманом. По меньшей мере, с июля 2024 года Россия рекретирует жителей Йемена для участия во вторжении в Украине, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на интервью с наемниками. Йемен – бедная мусульманская страна на юге Аравийского полуострова, который уже 10 лет разрывает гражданская война. Выплаты за российские контракты – это огромные по меркам этой страны деньги. Но даже несмотря на это, некоторых йеменцев на войну вербуют обманом. Два собеседника газеты, завербованные Россией йеменцы, Абдулла и Набиль, рассказали, что их заманили на войну обманом. Абдулла думал, что он летит в Россию работать на производстве беспилотников. Набиль же считал, что ему предложат работать в сферах безопасности и инженерного дела. Абдулла сказал журналистам, что когда его группа из Йемена отказалась подписывать контракт с Минобороны, присутствующий на месте военный сделал выстрел в воздух, чтобы иностранцы все же подписали контракты. По словам мужчины, его на войну привезли мошенники, торгующие людьми. Йемен – не единственная страна юга, жителей которой Россия обманом отправляет воевать в Украину. Так, весной этого года Индия сообщала, что в стране действовала настоящая сеть торговли людьми, которая отправляла индийцев в Россию. До этого аналогичное мошенничество было и в Непале, например. В общем, всячески Россия пытается вербовать людей со всего света и пользуется тем, что, во-первых, многие страны бедны, и, собственно, деньги, которые предлагаются за российский контракт, достаточно для них масштабные. Ну, а второе – просто обманывают, обманывают. Судя по всему, люди в этих странах не привыкли к тому, что России доверять нельзя. Более того, часть этих стран считает Россию, если не союзником, то, как минимум, страной с похожей системой ценностей, типа антизападных, да, и что вот есть фраг Америка и все прочее. И они не ожидают подвоха. Но подвох приходит очень быстро. Что же дальше происходит с этими и другими контрактниками? А завесу тайны над этим, как именно обучают контрактников, приоткрывает Z-медиа Верума Регмам, реагируя на слова пресс-секретаря Путина Пескова. Он заявил, что, во-первых, очень много людей подписывает контракт, а во-вторых, они там обучаются очень детально, очень подробно. Значит, и вот настоящая Рэмба выходит из российских лагерей для обучения контрактников. Вот что пишет об этом Верума Регмам. «Стыдно слушать господина Пескова. Вот это вот особенно цитируют они его. Сотни людей каждый день подписывают контракт и идут на специальную военную операцию. Сначала проходят курсы обучения и готовят тщательно», — пишет Регнум, цитируя слова Пескова. «Господин Песков, очевидно, не в курсе, продолжают. Они, что говорить о том, что новых контрактников тщательно готовят, это распространять не что иное, как фейк. Причем фейк не абы какой, а по поводу дел Министерства обороны РЭС, за что положен вообще-то срок. Ну, понятно, не всем, а только простым людям. Кстати, я такой простой человек, у меня 11 лет за фейки про Министерство обороны. Спасибо Веруму Регнуму, что стоите на страже простых людей». А господину Пескову, продолжают они или самому Министерству обороны РФ, не положен. Они могут делать это невозбранно. Ну, в самом крайнем случае отправят кого-нибудь в отставку. Обратим внимание, не расстреляют, не разжалуют в рядовые, даже не посадят на 5 лет, как простого человека за перепост, а культурника отправят в отставку с сохранением всех нажитых непосильным трудом льгот и привилегий, а также квартирок, машинок и дачек. Понятно, что господину Пескову некогда изучать вопрос. Да и как его изучишь, если Министерство обороны чуть не чемпион по фейкам о Министерстве обороны? Но ведь есть и другие источники информации. Например, в соцсети, в которых уже десятки, если не сотни историй, подобных этой. Там описывается история, в которой рассказывается о человеке, 48 лет, ни дня не служившем в армии раньше, который погиб в своем первом бою. Его послали на штурм через 12 дней после подписания контракта. Где там тщательная подготовка, уточняет Вера Мрегнума у Пескова? Как же после таких историй господин Песков может говорить то, что он говорит? Как он может смотреть в глаза вдовам, матерям и детям тех людей, о которых он с удовлетворением вещает, которые сотнями ежедневно подписывают контракты, которых через две недели посылают без подготовки в неподготовленные, необеспеченные ничем мясные штурмы, бессмысленные и беспощадные? Понятно, что господину Пескову некогда читать в соцсети, но ведь у него есть аппарат для этого, который, очевидно, занимается тем, что вводит своего руководителя в заблуждение. А господин Песков, в свою очередь, вводит в заблуждение не только публику, но и своего руководителя. А его руководитель принимает решение на основе всего этого вранья. Ведь самое страшное, что господин Песков в аппарате управления не один такой. Если господин Песков не знает о том, о чем говорит, то и остальные не знают. Если господин Песков врет по незнанию, вводит руководство в заблуждение по своим вопросам, то и все остальные врут, вводят руководство в заблуждение по всем остальным вопросам. Прямо как в известной сказке про голого короля. Понимает ли господин Песков свою ответственность, задается вопросом Верам Регман. Или у него, как и у некоторых генералов, нет никакой ни за что ответственности, потому что знает, что если что, не снимут с этой должности, отправят на другую, может и повыше, а в самом худшем случае отправят в отставку, естественно, с сохранением всего нажитого непосильным трудом, включая связи, должностишки и контракты жене и детям и прочее. Не стыдно ли господину Пескову? Нет, похоже, стыдно во всей этой истории только нам, пишет Верам Регман. Вообще удивительно наблюдать каждый раз зетников, которые останавливаются в шаге от правильного вывода, потому что, ну, во-первых, они должны понимать, и все должны понимать, что по-другому-то как? Ну, то есть, если вы не будете посылать... То есть, потери России настолько большие, что если вы не будете посылать при нынешних темпах вербовки людей почти сразу, не обучая затыкать дыры и идти в новые местные штурмы, то никаких продвижений, карточек, карты и стрелочек просто не будет на карте, потому что российская армия воюет неумением, российская армия воюет неумением. И в этом и смысл, что они осуществляют местные штурмы, атаки и количеством давят, давят количеством людей, которых убивают в этих самых атаках. Собственно, в моргах российских нет места для трупов российских солдат, а отдельные подразделения просят волонтеров присылать мешки для трупов своих сослуживцев, так как уже не хватает, просто их физически Министерство обороны, видимо, мешками обеспечить не может. Поэтому, да, это не бака фича, и фича довольно понятная, которую Россия исповедует с самого начала войны. Без всяких ограничений стирать своих солдат об украинские войска, лишь бы добиться хоть каких-то продвижений и захватить очередной в пыль стертый город. Это тактика России, за это умирают российские солдаты. Знаете, почему я говорю именно про российских солдат в этом контексте? Потому что, ну, по идее, зетники должны выступать там за российских солдат, за Русь, ус Русь, как говорится. И вот недавно было поразительное по своей простоте высказывание Пескова, где он говорит, нас очень мало, у нас очень большая страна, но нас очень мало. А почему мало? Есть какие-то идеи? Или вот зетники, которые пишут, что кругом мигранты, и, значит, уводят наших славянских девушек мигранты. А почему? Так мужики на войне. Причем 200 тысяч в земле, еще сотни тысяч воюют, сотни тысяч ранены. И это будет продолжаться. То есть даже если вы зетник, даже если вы ненавидите Украину, даже если пяточки Путина вам кажутся невероятно вкусными, и вы только и рады их облизывать, вы должны понимать, что нынешняя стратегия Российской Федерации и российской армии приводит не только к геноциду в Украине, но и к уничтожению российских солдат в гигантском количестве. Мне-то не жалко, но вам, по идее, должно быть. Поэтому то, что вы продолжаете все это поддерживать, продолжаете говорить, что все это необходимо, все это нужно, и продолжаете распространять российскую пропаганду, то вы соучастник этого убийства, в том числе русских солдат. И, в принципе, России как таковой. Потому что мы видим, что этот кадровый дефицит, он не только на производствах, этот кадровый дефицит, он, что называется, в демографии. И он абсолютно четко виден. Я думаю, что когда мы посмотрим на демографию через 5 лет, оборачиваясь, то мы увидим такую яму, яму такого размера, что никакой сын, названный Орешником, не поможет. И в этом смысле, конечно, вот это вот такая, знаете, какая-то абсолютная простота, что типа, а как же так, Песков врет, не стыдно ли ему? А вам не стыдно? Ну, то есть понятно, что вы все там в одной лодке абсолютно, даже если кто-то из вас пытается делать вид, что, значит, ну, я не такая, я жду трамвая. Нет, вы соучастник всего этого, и это не поменяется. Тем не менее, довольно важное наблюдение от Z-канала, который описывает, как на самом деле все происходит с российскими контрактниками. Он не единственный в этом, уже там приведенный выше Рамзай говорил о том же самом, об этом же говорил Анастасия Кашеварова и многие-многие другие. Причем речь идет не о зеках, к которым российская армия принято относиться как просто к одноразовым, да, а речь идет о контрактниках, которые, по идее, ну, должны быть более подготовлены, в которых российское государство сильно вкладывается и так далее. Но будем исключительно радоваться, что, собственно, именно так происходит, и что на поле боя оказываются не подготовленные солдаты, а неподготовленные солдаты. Впрочем, по-другому оно происходить и не может, потому что та тактика, которой действует Россия, она не предполагает другого подхода. Несмотря на проблемы с личным составом, как по количеству, так и по качеству, и на гигантские потери, Россия не только продолжает наступление в тех областях, где она его ведет, но и готовится к новым наступлениям, потому что окно возможностей, которые есть у России, стремительно сужается, и, собственно, они также готовятся атаковать Запорожье. Они готовят наступление на Запорожье, пишет иконами со ссылкой на украинскую разведку. В статье британского журнала говорится, что Россия планировала атаковать Запорожье 20-30 тысячами солдат, однако половину из них пришлось перебросить в Курскую область после прорыва границы. Они еще не готовы ударить, но когда будут готовы, первый удар будет самым тяжелым, цитирует иконамист командира батальона 118 бригады ВСУ. В свою очередь, Украина готовится к возможному наступлению, возводя минные поля и бетонные укрепления в регионе. Так что, как видите, Курская операция, она не только имела своей целью, очевидно, создать некоторое политическое давление на Россию, но и имела вполне себе утилитарные соображения. Это того, чтобы не допустить прорыва в Сумскую область, не допустить нового наступления на Запорожскую область и так далее и тому подобное. Поэтому я много раз повторял и повторю, что судить об успехе Курской операции пока рано. Хотя мне кажется, что по количеству уничтоженных российских солдат, по количеству и возможностям обменивать наконец-то находящихся в плену азовцев, которые Россия не готова была менять ни на кого, кроме как на российских срочниках, которых сотнями захватила Украина, приправив Курскую область, мне кажется, что Курская операция как минимум не может считаться провалом. Но будет ли она успешной, будет ли в итоге она зачислена как успех, мы с вами увидим уже, когда, наверное, это подойдет к концу, по крайней мере, либо ее эпизод с Курской областью, либо вся война. Ну а поскольку Россия готовится наступать и дальше, делает это активно, то нужно продолжать строить фортификационные сооружения, отсутствие которых периодически становится большой проблемой для ВСУ. Поэтому мы продолжаем с вами сбор для 53-й БР вооруженных сил Украины. Они строят фортификационные линии и по ним ежедневно прилетают дроны. Им необходим РЭП и иноземный дрон. Это поможет снизить потери среди личного состава и более эффективно создавать фортификационные сооружения, что очень важно при обороне. Мы с вами собрали уже где-то треть суммы. Давайте продолжим это делать. Собственно, вот обращение от ребят. Напомню вам. Я понимаю, что они не выглядят как какие-то, не знаю, спецназовцы, но как бы они не должны, потому что они занимаются строительством, строительством на очень опасном участке. По ним все равно прилетают дроны и так далее и тому подобное. И не надо недооценивать никакую часть вооруженных сил Украины, потому что только совокупно это может давать какой-то эффект. Вот монобанка, которую вы можете отсканировать и, собственно, заданатить им на монобанку. Есть PayPal в описании и есть криптовалюта USDT, TRC-20, классическая. Поэтому, если у криптошейков еще осталось желание и возможности, тоже можете присоединяться. Но на криптошейков наденься, а сам не плашай. Поэтому спасибо большое всем, кто помогает в этих сборах. Я уверен, мы сможем закрыть его за эту неделю. И ребята смогут защититься ребами для того, чтобы просто нести потери во время строительства фортификационных сооружений. И сможет построить такие фортификации, которые, будем надеяться, не пригодятся. Само собой, и Россия не дойдет там дальше никуда. Но готовиться нужно, конечно, к тому, что фортификации, к сожалению, будут нужны. Гораздо лучше иметь фортификации, чтобы они не понадобились, чем не иметь фортификации, когда они понадобятся. И, к сожалению, мы уже имели возможность в этом убедиться в этой войне. Ну и напомню традиционно, что если вы находитесь в России, то не надо донатить на ВСУ. Потому что это прямое уголовное дело. И вообще лучше больше думать о том, какие вещи, значит, могут привести к вашей посадке. Я говорю, нет, понятно, что захотят посадить, посадят. Но, тем не менее, есть там всякие разные кейсы. Вот, например, какая-то новость была недавно с ОВД-инфо, со ссылкой на близких женщин, которые обвиняют в призывах к экстремизму или к терроризму. Значит, там написано, что в комментариях к видео на 24-м канале, к перезаливу моего видео на 24-м канале, она написала, что там нужно идти штурмовать Кремль и так далее. Просыпайся, давайте убивать Путина и прочее. Ну, что-то в таком духе. Вот, и якобы из-за этого на нее завели уголовное дело. Я не до конца пока понимаю, как устроено это дело. Я сейчас запросил некоторое большее количество информации и готов оказать помощь, если потребуется, естественно. Но для меня это немножко странно, потому что по Ютубу не до конца понимаю, как можно вообще такие вещи провернуть. Вот, но в любом случае нужно учитывать, что если вы находитесь сейчас в России, вы живете в тоталитарном государстве, которое очень недовольно распространением информации, и которое я хотел бы сделать все возможное для того, чтобы информация никаким образом не распространялась. Поэтому имейте это в виду. То есть есть многие вещи, которые, по крайней мере, те вещи, которые там регламентированы законом. Ну, там, не знаю, например, закон не запрещает смотреть мои видео, лайкать мои видео, подписываться на мой канал. Это всего закон не запрещает. Писать комментарии тоже не запрещает. Ну, если в комментариях там, не знаю, написано там, я призываю там идти на Кремль или убивать Владимира Путина, и при этом у вас там стоит ваше настоящее имя, ваше настоящее фамилию, не знаю, ваше настоящее фотографии и так далее, то, наверное, возможно, теоретически вас можно вычислить. Не знаю. Или там, если вы рассказываете об этом вокруг. Но, опять же, пока это со ссылкой на близких, на близких женщины, которая попала под это уголовное дело. Вот. И мне хочется посмотреть на материалы дела, потому что я, ну, таких дел просто не было еще ни разу. Вот. И не очень понятно, как это технически возможно по комментарию в Ютубе кого-либо попытаться привлечь. Скорее всего, если это правда, то просто в каком-то личном разговоре с кем-то там, не знаю, она это упомянула, и этот человек дал свидетельские показания. Черт его знает. Не хочу в это лезть. Просто предупреждаю, что относитесь с осторожностью ко многому, если живете в России, потому что, как бы, действительно, речь идет про тоталитарную страну, которая уничтожает не только чужие граждане, но и своих граждан, и делает это довольно регулярно. Если будут какие-то изменения в законодательстве, не знаю, если там запретят пользоваться VPN-ом, смотреть Ютуб, да, потому что, ну, это же все не запрещено, пока нет никаких законодательных норм, я, естественно, вас уведомлю, если какие-то риски будут повышаться, тоже буду стараться это максимально делать. Но, опять же, ваша голова лучше, что называется, оружие для противодействия тому, чтобы вас посадили в тюрьму. Теперь перейдем к головам других людей, в частности, к головам, которые сидят в Кремле, и к Владимиру Путину. Наконец-то мы увидели, насколько эффективен комплекс «Орешник», и насколько он эффективен, как конвенциональное оружие. Напомню, гипотеза заключалась в том, что «Орешник», в принципе, не может быть эффективен, как конвенциональное оружие, потому что у оружия, которое разрабатывается под доставку ядерных снарядов, у него нет цели попасть точно в цель. Ну, потому что там отклонение в километр для ядерного боеприпаса, для ядерного снаряда, похрену вообще абсолютно, потому что там ядерный взрыв, ну, типа, километр больше, километр меньше. Поэтому оно не является высокоточным, как правило. Поэтому, когда российские из этого канала начали писать, что вот мы ударили по «Ежмашу», и Путин говорил, вот мы ударили по «Ежмашу», он там стерт в пыль, ничего не осталось, вот это такое удар, как он там сказал, массовое применение «Орешника» может быть сравнимо с применением стратегического вооружения. Ну, разве с точки зрения покошмарить гражданских, потому что появились спутниковые снимки завода «Ежмаш» в Днепре, на фотографиях завод выглядит неповрежденным вообще, несмотря на заявления пропагандистов, в частности, канал «Мэш», о том, что «Ежмаш» в результате атаки был, цитирую, полностью разрушен. Украина показала... То есть вы видите на этих спутниковых снимках, и если не видите, то окей, можете прочитать любых аналитиков, включая Z-аналитиков, что нихера подобного, что вообще все цеха стоят неповрежденными, без дыр, без каких-то, я не знаю, следов разрушений и так далее. Там есть сверху, судя по всему, в какой-то гражданской застройке там вот есть как раз следы прилета Орешника, извините, все время хочу Орешкиным его назвать. Извините, Дмитрий Орешкин, да, вы не имеете отношения к этой ракете, я надеюсь. Но, собственно, по самому заводу, по его цехам, очевидно, не прилетело. Это логично, потому что это оружие не для этого. Можно сказать, ну, Майкл, зато вот было обычно оружие, которое может, значит, ядерность боеприпас нести. Ну, мы с вами уже это обсуждали, что как бы у России очень много чего может нести ядерные снаряды, поэтому в этом смысле что именно поменялось, непонятно. И вот теперь, когда туман войны, что называется, рассеялся, когда мы увидели кадры и свидетельства, что Южмашу ничего не было, смысл вообще этой демонстрации теперь от меня максимально ускользает. Точнее, я понимаю задумку, да, напугать Запад, но как бы результат должен Запад, наоборот, сильно, мне кажется, успокоить, потому что никакой новой ракеты, которая делала бы то, что они делали предыдущие, у России не появилось. Ну, в общем, аналогов нет, как всегда в работе. Украина, в свою очередь, показала обломки Орешника журналистам из агентства Shaded Press. Вот, собственно, они перед вами на фотографиях. Не знаю, видите там, что-нибудь не видите, напишите. Я ничего не вижу, потому что я ничего в этом не понимаю. Надеюсь на разборы, которые будут от профильных специалистов. Ну, не знаю, помешает это или нет, то, что оказалось, что Орешник кусок говна семьи из Татарстана, которая готова назвать своего 15-го ребенка в честь баллистической ракеты. Об этом глава семейства Владимир Сухов рассказал газете РУ. Ранее он назвал свою дочь Россией Светосией Светорусией. РСС, дочь рассылка. Хрен его знает. Короче, когда у тебя 15-й ребенок, наверное, тебе уже действительно насрать. Но, собственно, я боюсь, что Орешник, это название мы услышали первый и последний раз, честно говоря. Потому что, когда и если Путин доложит об эффекте применения Орешника, а именно о нулевом, с точки зрения военной эффективности, я думаю, что говорить о нем будет уже немножечко стыдно. Не знаю, по-живому видим. В общем, вся вот эта бравада страны Z-каналов о том, что да, мы показали наше невероятное оружие, оно ух, его никто не может сбить, оно вот все уничтожает, стирает в пыль, оказалось абсолютной херотой. Не в первый, собственно, и, к счастью, не в последний раз. Но что касается самих российских военных, то оказалось, что военные в клетках это не ноу-хау командира Белого, которого за это даже пробуют посадить. Это, в принципе, распространенная практика. Об этом пишет Астра. Группа военных из части под Новосибирском, где недавно произошел бунт, держали в клетках, а затем отправили в новый полк больных. Четверых военных держали в клетках в воинской части под Новосибирском, где недавно произошел бунт. Об этом Астра на условиях анонимности рассказал один из военнослужащих. Связи не было у нас 10 дней, забрали телефоны, в клетке сидели, не давали нам ни звонить, ни писать, в наручниках ходили в столовую, даже если, даже еле, говорит, в наручниках. Сейчас, по его словам, он и трое других мужчин уже в Юрге, в Кемеровской области. Их приписали к 74-й бригаде, где формируют новый полк больных. Как утверждает военный, среди мужчин есть люди с гепатитом и другими заболеваниями. Тут такой медик, что у некоторых вообще все печально. Всем похуй, и медкомиссию повторную никто не проходил. То есть просто приписали тупо и все. Я не знаю, как они там потом ставят категорию. У меня у самого осколки в суставах. Нас в штурма закинули, так что мы рано или поздно все равно пойдем в бой. По его словам, после случившегося в воинской части в Новосибирске пацанов начали выводить по госпиталям военно-врачебные комиссии проходить. В Юрге же всем фиолетово, им надо полк собрать и все, для отчетности. Кроме того, он подтвердил, что один из военных из войсковой части 578-49 Новосибирской области лейтенант Александр Андреев, о котором рассказывал Астра, действительно находится уже в Ростове. Он немой, с больной рукой и ходит при помощи трости. Общается посредством заметок в телефоне. Как сообщал Астра, сослуживец, Андреев слышит, но он немой и общается только при помощи телефона. У него одна, только правая рука рабочая. Лично я ему ногти подстригал. 8 ноября, напомню, в часть под Новосибирском привезли больше сотни военных со статусом самовольное оставление части. Многие среди них больные на костылях малоподвижные, мобилизованные контрактники. Некоторые официально имеют группу D, категория D, с которой нельзя вообще в армию и в боевые действия, и временный отпуск. Несмотря на это, командование обещало отправить военных за ленту, то есть в зону боевых действий, что 13 ноября привело к бунту и побегу части военных. В результате их действительно отправили в Ростов и планируют доставить в зону боевых действий. Короче говоря, борт улетел уже нахуй, все они уже там, сейчас будут выдвигаться напередок, сколько им ехать и какое направление, хуй его знает, никто ничего не говорит, я сижу охуевая от этого е**ного беспредела, рассказал Астре Источник. Теперь поговорим о линии фронта, что же там сейчас происходит, есть как хорошие новости, так и плохие. Депститут сообщает о выравнивании линии фронта у Тернов, где Россия продолжает попытки захватить населенный пункт. Вот что они пишут, бойцы подразделения Небесная Яра, 67 МБР, публикуют кадры уничтожения живой силы и техники в районе Новосадового. Россияне пытаются сохранить интенсивность штурмовых действий, чтобы в кратчайшие сроки захватить Терны. Но благодаря выравниванию полосы раньше удается не растягивать оборонительные порядки и уничтожать врага на подходе. Про ситуацию в Тернах пишет и украинский военный Станислав Бунятов. Терны держатся, россияне давят, пытаются пролезать малыми группами, но благодаря нашим пехотинцам, которые наносят им тяжелые потери, имеют незначительные продвижения. Также давят в направлении Торского, имеют продвижение в несколько позиций, россияне эффективно применяют ФПВ на оптике, имеется ввиду на оптоволоконном кабеле. Также есть хорошие новости из Копанки. Дипстейд сообщает о том, что третья механизированная рота, вторая МБ, третья УШБР зачистила Копанки от, как они пишут, уродов. Недавно мы делали публикацию, пишут исследователи, где россияне пролезли в село Копанки возле Первомайского и вывесили свою тряпку. Враг давит там, потому что это стык полос двух подразделений. Бойцы третьей роты, второго механизированного батальона «Семи уродов» из первой танковой армии России. На фотографии допрос проводит лично комбат ВАР. Но есть, к сожалению, и негативные новости с некоторых направлений. Россияне на лодках совершили высадку через Оскол южнее Новомлинска, пишет Дипстейд. Сегодня враг совершил довольно неожиданную операцию, писали они вчера, на лодках из двухлетнего переплыли Оскол и закрепились на западном берегу. Это не просто преодоление водного препятствия, ради фото пишут они, ведь противник занял позиции одной из наших бригад. Надеемся, россиян выкурят и ЛБЗ вернется на место линии боевого ЛБС, линии боевого соприкосновения. Такие события несут за собой активизацию артиллерийского и минометного огня, поэтому напоминаем жителям Дворичанской и Кубинской общин об эвакуации. Об общей ситуации на фронте пишет украинский военный, который ведет телеграм-канал под ником «Офицер». Россияне пытаются щупать нашу оборону повсюду. Недавно на северском направлении пацаны отразили штурм из 12 единиц техники. Враг давно перешел от тактики заброса мясом, потому что максимально быстрых и мобильных штурмов, чтобы через дыры в нашей обороне залететь как можно дальше закрепиться на рубежах. Честно говоря, враг понимает и пытается пользоваться тем, что у нас нехватка пехоты на определенных участках. И с этим нужно что-то делать. Как бы дроны реально не тащили это все, как бы ракеты далеко не летали, без пехоты это не имеет смысла. О том, как выглядят эти прорывы и их попытки солдаты на это соглашаются. Все чаще, пишет он, вижу, российские безнадежные штурманы в жигулях, мотоциклах с колясками, таврии, буханках и так далее. Все, на чем крутятся колеса, едет в одну сторону. Я реально не понимаю, как солдаты соглашаются садиться в эти корыта с вероятностью 99% до сдохнуть, даже не захватив позицию. Я на войне почти три года, но никогда не пойму за что и почему, пишет он. Что касается ситуации в Курахово, это одно из самых жестких направлений, одно из самых критических для украинской армии прямо сейчас. Ситуацию на нем прямо сейчас описывает Константин Мушавец. Вот что он пишет в своем телеграм-канале «Звездец Мангусту». Там много, но мне кажется, это довольно важно, потому что это дает представление детальное о том, что сейчас происходит и о том, что может быть в самое ближайшее время. За это традиционно спасибо украинскому военному аналитику Константину Мушавцу. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Звездец Мангусту». Он правда классный который детально рассказывает не только про то, что происходит, но и какие военные, где находится, каков состав тех или иных подразделений. Это безумно ценно. Сегодня немного отложим серию о планах на зиму и попытаемся разобраться, что происходит на Кураховском направлении, потому что на сегодняшний день это по сути эпицентр войны, пишет он. Первое. Сначала, как обычно, несколько общих замечаний. Очевидно, командование войск противника, оперирующих на этом направлении, пытается сажирализовать свой замысел по охвату украинских войск в районе Курахово с флангов. Однако, также очевидно, что в полосе вражеского УВ «Восток» по направлению на Великую Новоселку или, как его еще называют, Времевское направление, также происходят события, которые особенно приятными для ВСУ не назовешь. И хотя, скажем так, усилия противника по охвату флангов нашей тактической группировки войск непосредственно в районе Курахово, судя по всему, еду, скажем так, не совсем по сценарию, то на смежных участках противник, очевидно, смог создать целый ряд новых угроз. Теперь подробнее. Передовые подразделения 90-й танковой дивизии и 51-й общевойсковой армии противника и состава группировки войск «Центр» судя по всему, завершают вытеснение украинских войск с северного берега Кураховского водохранилища. После того, как действующие с востока подразделения 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад по всей вероятности поддержанных подразделения и уже 114-й МСБР заняли село Берестки и прорвались в районе села Вознесенка на южный берег реки Солененькой, вопроса удержания по крайней мере какой-то части северного берега Кураховского водохранилища подразделениями ВСУ по-видимому уже не стоит. Ситуация на этом участке могла бы быть еще более негативной, но о своевременной локальной контратаке ВСУ в районе села Солнцевка с определенным результатом дали шансы на то, что несмотря на постепенный уход украинских подразделений с северного берега водохранилища, оборона собственно села стрелковой дивизии состава группировки войск Юг, а также той же 51-й ОВА наступает на Курахово с востока и юга с стороны Максимилиановки и через село Дальнее и которая уже ведет бои за восточную часть поселка, будет труднее полностью вытеснить украинские войска и с южного берега Кураховского водохранилища или скажем так это случится не так быстро, как в свое время случилось в районе села Цукурина и Горняка. Ключевым фактором, который по сути встряхнул всю систему обороны ВСУ как непосредственно в районе Курахово, так и южнее, где действуют силы и средства из состава группировки войск Восток, противника стал, как я понимаю, неожиданным для украинского командования тактический прорыв противника в районе села Дальнее, как это раньше случилось в северне Курахово, когда противник прорвался в село Цукурино. Выход передовых подразделений 20-й МСД противника в село Дальнее за стороны села Победа по сути сразу и очень резко, а главное одновременно усложнил украинским войскам оборону как по реке Сухие Ялы, которую они пытались организовать против наступающего правого фланга группировки войск Восток, да и, собственно, в районе самого Курахово. По сути, благодаря этому ВСУ были вынуждены обращать оборону перед фронтом 39-м СБР противника, а также передовым подразделениями 150 МСД, чтобы не попасть в очевидное оцепление в районе Елизаветовки и Екатериновки. В результате этого противник начал стремительно продвигаться вдоль обоих берегов реки Сухие Ялы в общем северо-западном направлении и занял Екатериновку, Елизаветовку, Ильинку и, судя по всему, Романовку также. Однако, даже несмотря на уход наших передовых подразделений из вышеуказанных населенных пунктов, угроза обороняющимся на этом участке флангом формирований ВСУ сохраняется. Крупировка войск Восток и 37-й МСБР, которая, очевидно, усилена отдельными подразделениями 40-й отдельной бригады морской пехоты, пытается прорваться с юга по направлению Трудовой Успеновка и выйти в село Константинопольское, по сути, ускоряющее сворачивание обороны ВСУ по реке Сухие Ялы. Однако, развитие событий в юго-восточном углу фронта этим не исчерпывается. Насколько я понимаю, в ближайшее время, пишет Мышевец, резко активизируются и главные силы всего группировки войск Восток. В течение нескольких крайних суток силами и средствами противника из состава войск правого фланга группировки Восток по сути, удалось кардинальным образом изменить всю оперативно-таксическую обстановку в районе ключевого пункта обороны ВСУ на временском направлении село Великая Новоселка, а также создать вполне реальную угрозу обороне ВСУ на всем отрезке от Курахова до Великой Новоселки. Дело вот в чем. Противник силами своих 29-й и 36-й ОВА, усиленных, очевидно, 40-й и 336-ю отдельными бригадами морской пехоты, сумел прорваться сразу по нескольким тактическим направлениям, в частности, Шахтерская Раздольная, Золотая Нива, Большая Новоселка. Кроме этого, очевидно, противник намерен продвинуться по направлению Шахтерская Великая Новоселка и Ясная Поляна Разлив. В первом случае, чтобы усилить давление с левого фланга на тактическую группу войск ВСУ, которая обороняется в районе села Великая Новоселка и Времевка. Во втором, содействовать войскам 51-й и 8-й ОВА противника, наступающих на Курахово с востока и юга. Я уже писал, Крештмашавец, что, скорее всего, командование противника намерено решить проблему Курахово самым кардинальным образом прорывом своих ударных группировок в районе поселков Андреевка и Константинополь, то есть добиться весомого оперативно-тактического результата. Однако это вовсе не отменяет того, что попутно оно не может решить целую серию тактических задач, как то в полосе группировки войск Восток пытается вернуть оборону ВСУ ежнее села Великая Новоселка, по сути, отбить все, что ВСУ удалось освободить в ходе своего наступления в 23-м году. И это вполне вероятный вариант, если дело включится по-серьезному большая часть пятой ОВА противника с юга. Это основная армия всей группировки войск Восток, читай, Восточного военного округа, в которой, кстати, уже удалось отбить равнополе и продвинуться до Новодаровки. Третье, но и в заключении несколько оценок. Понимаю, что они будут неутешительными, некоторые, очевидно, очень не понравятся, но превращаться в страуса именно сейчас, очевидно, не стоит. Ситуация на Кураховском и Временском направлении постепенно становится критической. Да, противнику не все удается, как он хочет. Например, окружить и разгромить наши подразделения к северу от Кураховского водохранилища ему, очевидно, не удастся. Так же, как он это пытается сейчас сделать в районе Успеновки. Но, в общем смысле, имея весомые преимущества в силах и средствах на этих направлениях, он, скорее всего, добьется поставленных перед собой целей. Проблема заключается не в том, что противник применяет какие-то особые и гениальные методы и приемы организации в ведении боевых действий. Они почти все понятны и читаемы. А налицо у него целого ряда преимуществ, которыми он научился достаточно эффективно пользоваться, начиная с численного, заканчивая воздушным. В сочетании с проблемой уровня боеспособности ВСУ по целому ряду причин от кривого мобилизационного развертывания до банальной нехватки ВВТ и боеприпасов, это и приводит к тем результатам, которые мы наблюдаем сейчас на Кураховском и начинаем наблюдать на временском направлениях. И, собственно, на этом Константин Мушевец заканчивает свой анализ. Я думаю, из него достаточно понятно, что происходит с Кураховым. Представить, что Курахово в ближайшие недели останется за ВСУ, мне лично довольно проблематично. Хочется верить, что за Курахово будут выстроены необходимые укрепления, что они выстроены уже сейчас, что будут изменены принципы, по которым ведется командование украинской армии, по крайней мере, на донецком направлении. У них неоднократно высказывались всевозможные украинские военные, требуя реформ и говоря, что в нынешнем состоянии украинская армия, к сожалению, будет терять населенные пункты и наносить российским войскам не настолько высокие цифры потерь, как могла бы. И сейчас цифры потерь россиян очень высокие. То есть, вот это все продвижение, оно дается не... Это не успешное продвижение, когда вы такие, все, мы продвигаемся, значит, без потерь, продолжаем топить, давить и так далее. Нет. Это продвижение, которое дается настолько гигантской крови, которую российская армия еще даже не встречала в этой войне. Рекордные потери и людей, и техники. Однако, действительно, Украина может сопротивляться еще лучше, может наносить еще больше потерь, для того, чтобы довести их до критической точки, когда Россия уже не сможет наступать. Задача России сейчас максимально улучшить свои позиции до января, до вступления Трампа в должность. Там дальше, опять же, ворох непредсказуемости, я даже не буду туда лезть, потому что, ну, кто только что не пишет, самые разные варианты, при которых Трамп целиком сдаст Украину, при которых, наоборот, целиком начнет помогать Украине. Не знаю, мне сложно представить, что война закончится в январе, ну, как минимум заморозится, да, мне сложно это представить, я пока не вижу к этому никаких тенденций, однако, если этот сценарий Владимир Путин рассматривает как приоритетный, то, конечно, он до января, вот прям до 20 января будет херачить каждый божий день, ну, то есть, ставить все на это, да. Проведут ли мобилизацию, не знаю, сейчас конец ноября, даже если резко начать мобилизовывать, то сложно себе представить, что удастся довольно эффективно это делать, поэтому, наверное, скорее нет, хотя, конечно, слова Пескова о том, что мобилизации точно не планируется, очень напоминают его слова, которые были сказаны буквально за месяц до мобилизации в России, когда он тоже говорил, что точно не планируется, буквально через месяц Путин вышел и сказал, а теперь, дорогие друзья, мобилизация. Ну, и напоследок, немножко про то, как похорошила жизнь при Путине. В Шебеке на Белгородской области жилые многоэтажки начали обтягивать антидроновой сеткой. В рамках эксперимента такими сетками обтянут 10 жилых домов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Материал выбрали нестандартный, подходящий для этих целей. Один из подрядчиков берет на себя обязательство затянуть такой сеткой 10 домов. Посмотрим, как она покажет себя, а потом будем принимать решение, сказал он. Гладков отмечал, что такая мера не будет долговечной, так как зимой сетка забивается снегом и может порваться под его тяжестью. Срок их жизни составит 3-4 дня, поэтому ни по затратам, ни по исполнению это невыгодно, добавил он. Хочется спросить, а нахера тогда? Но, тем не менее, это вообще поразительно и до сих пор для меня является какой-то загадкой большой, почему Шебекино до сих пор не расселено, потому что, ну, это просто населенный пункт, который, я не знаю, который постоянно под обстрелами ввиду того, что в Белгородской области очень много военных объектов, по которым Украина бьет и будет продолжать бить, имеет на это полное право, потому что именно военные объекты в Белгородской области обеспечивают удары по Украине. Закончить это все и антидроновые сетки, и обстрелы, и все на свете можно буквально за день просто выйти с территории Украины, но, к сожалению, этого не происходит и, видимо, в ближайшее время в планы Путина не входит. Ну, а с вами был Майкл Найки. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии и, собственно, поддерживать канал на Патреоне по НВПН и, безусловно, поддерживать ВСУ. Сейчас им как никогда нужна ваша поддержка. Ссылка на сбор в описании. Спасибо всем, кто принимает участие в этих сборах. В первую очередь, спасибо от бойцов. Они вам невероятно благодарны. Ну, а с вами был Майкл Найки. До скорых встреч. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok